Джейн Остин «Гордость и предубеждение» Глава первая Все знают, что молодой человек Располагающий средствами должен подыскивать себе жену Как бы мало ни были известны намерения и взгляды такого человека после того, как он поселился на новом месте Эта истина настолько прочно овладевает у маме неподалеку живущих семейств Что на него тут же начинают смотреть как на законную добычу той или другой соседской дочки Дорогой мистер Беннет сказала как-то раз миссис Беннет своему мужу Слышали вы, что Незерфилд Парк наконец больше не будет пустовать? Мистер Беннет ответил, что он этого не слышал Тем не менее, это так продолжала она Только что заходила миссис Лонг и сообщила мне эту новость Мистер Беннет промолчал «А хотелось бы вам знать кто будет нашим новым соседом?» С нетерпением спросила его жена «Готов вас выслушать, если вам очень хочется мне об этом сказать» Больше от него не требовалось Но так слушайте, мой дорогой продолжала миссис Беннет Незерфилд, по словам миссис Лонг снят очень богатым молодым человеком из Северной Англии В понедельник он приезжал туда в карете запряженной четверкой лошадей осмотрел поместье И пришел в такой восторг, что тут же условился обо всем с мистером Моррисом Он переезжает к Михайлову дню И уже в конце будущей недели туда приедет кое-кто из его прислуги А как его зовут? Бингли Он женат или холост? Холост, дорогой, в том-то и дело, что холост Молодой холостяк с доходом в 4 или 5 тысяч в год Не правда ли удачный случай для наших девочек? Как так? Разве это имеет к ним отношение? Дорогой мистер Беннет, ответила его жена Сегодня вы просто невыносимы Разумеется, вы понимаете, что я имею в виду его женисьбу на одной из них Таковы его планы? Нонсенс, how can you talk so? Планы? Боже мой, скажете же вы иной раз Но ведь может вполне случиться, что он в одну из них влюбится Поэтому как только он приедет вам необходимо будет нанести ему визит Я признаюсь, не вижу к тому достаточных оснований Поезжайте-ка вы сами с девочками Или пошлите их, одних Это, возможно, будет еще лучше Не то вдруг он вздумает влюбиться в вас Ведь вы ничуть не менее привлекательны, чем любая из наших дочек Вы мне льстите, дорогой Когда-то я и в самом деле была не лишена привлекательности Но сейчас, увы, я уже не претендую на то, чтобы слыть красавицей Женщине, у которой пять взрослых дочерей Не следует много думать о собственной красоте В этих обстоятельствах у женщины не часто остается столько красоты Чтобы о ней приходилось особенно много думать Но, мой друг, вам непременно следует навестить мистера Бингли Как только он появится Едва ли я за это возьмусь Но подумайте о наших девочках Вы только представьте себе, как хорошо одна из них будет устроена Вот увидите, сэр Уильям и леди Лукас сразу поспешат в Незерфилд А ради чего? Как вы думаете? Уж, конечно, ради своей Шарлотты Вы же знаете, они не очень-то любят навещать незнакомых людей Вы непременно должны поехать, ведь мы сами без этого никак не можем у него побывать Вы чересчур щепетельны Вы чересчур щепетельны Хотите, я дам вам для него записочку с обещанием выдать за него замуж Любую из моих дочек, которые ему больше понравятся Пожалуй, надо будет только замолвить словечко в пользу моей крошки Лиззи Надеюсь, вы этого не сделаете Лиззи ничуть не лучше других ваших дочерей Я уверена, что она и в половину не так красива, как Джейн И гораздо менее добродушна, чем Лидия Но ей вы почему-то всегда оказываете предпочтение Ни одна из моих дочек ничем особенно непримечательна, ответил он Они столь же глупы и невежественны, как все другие девчонки в этом возрасте Просто в Лиззи немножко больше толку, чем в ее сестрах Мистер Беннет, как смеете вы так оскорблять ваших собственных детей? Вам доставляет удовольствие меня изводить? Вы не имеете любви для моих плохих нервов Конечно, вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов Вы ошибаетесь, моя дорогая Я давно привык с ними считаться Ведь они мои старые друзья Недаром вы мне толкуете о них не меньше двадцати лет Ах, как вы себе даже не представляете, как я страдаю Надеюсь, вы все же доживете до того времени Когда в окрестностях появится множество молодых людей с доходом не менее четырех тысяч в год Даже если их будет двадцать Какой в них прок? Раз вы все равно отказываетесь к ним ездить Но если их будет двадцать, моя дорогая Тогда я, конечно, соберусь Да сразу и объеду их всех подряд В характере мистера Беннета Так затейливо сочетались Живость ума и склонность к иронии Замкнутость и взбалмошность Что за двадцать три года совместной жизни Жена все еще не сумела к нему приноровиться Разобраться в ее натуре было намного проще Она была невежественной женщиной С недостаточной сообразительностью И неустойчивым настроением Когда она бывала чем-нибудь недовольна То считала, что у нее не в порядке нервы Целью ее жизни было выдать дочерей замуж Единственными ее развлечениями были визиты и новости Продолжение следует... Продолжение следует...